Всем привет! Слушайте, я прямо ощущаю, что пришла весна. Сегодня в чатик утопист в телеграме Игорь сбросил видос, где они закрывают сезон, катаясь на горных лыжах. А я сегодня выперся в новых шотиках. Ну потому что 16 градусов, тепло, я после физкультуры. И я вам скажу, что вот там вот, где, во, на вершинах трехтысячников больше черного цвета. Это значит, что подтаивает снег. То есть еще буквально на днях там было все белое. А сегодня, сегодня уже есть черные скалы. Это значит, что весна. Весна красна. Сынок на тренировке. Сегодня суббота. Он говорил, что будет сегодня на воду выходить. Я позанимался с гантельками. Принял душ. И просто, думаю, прокачусь. Посмотреть, как там на пляже народ тусует. Как у вас дела? Рассказывайте. Помните эту историю мою со штрафами за превышение скорости? Три у меня штрафа было. Прежде чем я получил первый, я успел еще два раза в этом же месте не заметить этот прибор. Ну, сейчас всю историю пересказывать не буду. Там поищите. Кто не смотрел, кто смотрел, тот в курсе. В общем, последняя актуализация по ситуации. После того, как мы юридический адрес сменили, мне по прежнему адресу в спада обещали, что будут пересылать мои письма по новому адресу. И, в принципе, с первым штрафом так и было. То есть, когда я его получил, он сначала пришел туда, потом его переслали сюда, и все сроки были соблюдены, и я успел заплатить со скидкой. И потом, поскольку там интервал был такой в течение буквально пары недель, я ожидал, что остальные штрафы тоже вот-вот придут. И они так и не шли. Не шли, не шли, не шли. И прошли месяцы. И потом, значит, я получаю этот штраф. Один из последних оставшихся двух. И на конверте видно, что письмо попутешествовало. То есть, оно сначала в спада пришло, потом там оно блуждало, потом вернули обратно, потом сюда дошло кое-как. Ну и, разумеется, сроки все просрочены. И если бы я пошел с этими квитанциями в магазин табак, где можно предъявить квитанции по QR-коду оплатить. Без комиссии, там без ничего. То у меня бы взяли по максимальной планке, там, что-то дохера. Ну, разумеется, это и не подходит мне, и это несправедливо. То есть, не по моей вине это письмо потерялось. И я предположил, что... Я с удовольствием поддержу экономику Франции. Но я предположил, что если как-то там обратиться с тем, чтобы мне новые квитанции выписали, с новыми этими сроками, чтобы... Ну, их восстановить в законном порядке. Чтобы QR-коды, в общем, эти переделались. Чтобы я пришел в табак, и они пропищали без нарушения сроков. Я обратился к нашему социальному работнику Ребекке. Она написала несколько писем в разные инстанции. Сказала ждать. И вот вчера я получил два письма. Одно письмо из лицея с Вовинами оценками за второй триместр. Вова молодец. По всем предметам он отличник. В комментарии там везде хорошие. Там напротив каждого предмета учитель еще комментарий свой оставляет. А второе письмо было как раз от какой-то прокуратуры. По поводу того, что мы очень сожалеем, месье. Мы рассмотрели. Но хера лысого. Прините наши искренние соболезнования в этой связи. Если хотите, попробуйте еще попытать счастье. Это я так через Яндекс.Переводчик перевел. Не знаю, насколько там адекватно. Но то, что нет, так нет, я понял. Но что можно сделать? И какая из трех инстанций, куда Ребекка писала письмо, дала этот ответ, я тоже не знаю. Поэтому подожду понедельник. В понедельник схожу к Ребекке по поводу этого письма. Ей на выходных напишу письмо, что у меня это письмо есть. Может, фоточку отправлю ей, чтобы она уже заранее там. Но хотя оно все равно раньше понедельника не придет. Но с другой стороны, будет прилично, если я не буду в дверь ломиться там и нарушать ее график. А напишу ей письмо, и она на основании письма сама меня позовет, например. Вот такая ситуация. Я не переживаю. Ну, все нормально. Даже если я по максимальной планке заплачу, ничего страшного. Просто хотелось как-то оптимизировать. Мы же все равно платим из нашего пособия. То есть государство нам эти деньги дает, а я их профукиваю на штрафы. Но все хорошо. Я не переживаю, честно. Я же шорты-то себе купил. Эвана. Слушайте, кайфово в шортах. Ляшечкам мне жарко. Ну, я на самом деле... И зимой бы не мерз в шортах. Но это просто как-то диковато. Хотя, кто знает, сейчас оккультуримся. Тут местные же и в футболках ходят зимой. Поэтому, может... Как это говорится, пообуркаюсь. Да и буду в шортах гонять. Ну, сейчас мне нравится. Кайфово. Вот можно видеть... Ну, трава зеленая, понятно. И она тут уже в рост пустилась. Вот там вот на склоне больше зелени все-таки прибавилось. Вот тут кустики какие-то уже зеленеют. Но вот наши деревья здесь, которые вот без листвы, вдоль дороги, они все еще без листвы. Дальние склоны как-то уже потихонечку там зеленеют. Еще пока темной листвой. Охеренное самочувствие после физкультуры, конечно. Прям вот улыбка сама тянется. Представляю, как кайфово сынку каждый раз после трения. Ну, вы это тоже, наверное, в блоге видите, что он довольный идет. Уходит-то на трению не всегда с радостью, но с ответственностью. А вот возвращается частенько с довольной, с улыбкой. Даже если заебался. Ну, потому что действительно это кайфовое ощущение. Организм понимает, что надо жить, надо выживать, надо больше выбрасывать всяких полезных элементов. Как они там называются, гормонов. И пошла мазута. Поэтому с этой точки зрения для всех секс очень важная штука. Вы простите, я на каждом видео отмечаю, что детям не рекомендовано. Поэтому, если есть возможность, не забрасывайте это прекрасное дело. Это и в принципе, в прямом смысле энергия жизни. И с точки зрения организма это необходимо. Организм понимает, что мы еще ого-го, что еще надо работать, функционировать. Что-то я разошелся, сейчас батарейка уже сядет. Вот молодцы местные автобусы. 16.05 мой автобус. Время 16.04. А это не он. А мой припад в 16.06. Уже маячил на подъезде, так что все вовремя. Молодцы. Всем привет. Я был на тренировке. Мне там подарили вещей. Немножко вещей. Вот. Это все, что я хотел сказать. Сынок говорил, что примерно там чем-то закончит. Ну и соответственно в шестом часу вдруг обратно поедем. Но сейчас начало пятого. И он говорит, что уже закончил. А в 16.32 у него автобус. Это видимо тот автобус, на котором я еду сейчас. Ну и вот мы договорились, что либо я с ним домой поеду, либо я ему отдам ключи. И погуляю. Он мне скинул расписание автобуса. В принципе они там каждые полчаса потом идут. Поэтому сейчас посмотрим по ситуации. Какая-то у людей забастовочка. На пляже хорошо. Люди тусуют. Вон сынок стоит на остановке. О, смотрите, лужа. Погуляю я маленько, да? Там у нас тусанья такое нормальное, что вроде можно часто приехать. Ты поешь что-то там-то? Что? Ну можно рис с сосисками, с помидорками. Можно кашельки в молоке. То и другое быстро, в принципе. Если ты заморочишься что-то с тыквами, с этими, я правда не знаю, что там можно сделать, но ты говорил, что что-то можно. А ты-то ешь? Я только утром. Все нормально? Встал? Я скоро приеду. Самолеты меня впечатляют всегда как-то летать. Вот эти деревца всю зиму были зелененькие. О, там уже на горе видны зелененькие верхушки. Зимой их не было. Гора потихоньку зеленеет. Летом будут тропики прям. Сынок, я не знаю, на блок он сказал это или нет. На воду сегодня не ходили, потому что волны, течение на концепте занимались. Ну, сейчас я тут прогуляюсь, потом по набережке пройду. Сегодня поменьше народу. Ну, может, уже поздно. На прошлых-то выходных, я не помню, в какой день я был. Тут прям оттаз был. Может, потому что теплее было. Не знаю. Стрим есть какой-то. Про это. Приятный звук. О, самолетик. Самолетик. Садится. Там вон чел на гитаре играет, сидит. Красивое дерево. Что это? Что это такое? Ммм, как вкусно пахнет. Такие огромные, огромные лепестки. Очень красивые. Я даже не знаю, что это. Водоле у горизонта, видите, горы? Крутые трехтысячники. Снег на них начинает таять. Все больше черненького. Кайфовый, такая вода. Скорее бы уже купаться. Красивые домики. Марина Поробьева. Каждый раз вспоминаю, находясь здесь, что обещал погуглить, что там. И каждый раз забываю об этом, когда дома оказываюсь. Простите. Когда-нибудь я это сделаю. Два лебедя дремлют. Головы на спины положили. И дремлют в тихой гавани тут. Начал работать. Написано, одна семья. Четыре поколения. Один ресторан. И вот что-то одно. Не знаю, что это. Круто. Вот я полчасика прогулялся. Сейчас через минутки три автобус придет. И поеду домой. Если сынок еще не успел приготовить, что-нибудь приготовим вместе. Или я приготовлю. Вот я приехал. За пару остановок до моей увидел, что не работает открывание дверей от кнопок, которые должны пассажиры нажимать. И водитель ни хера не слышит, когда ему кричат, откройте, откройте. Пришлось пройти к передней двери и выйти через переднюю дверь, что не принято обычно. Вот, так все нормально. Прогулялся. Сосисочки уже готовы. Сейчас рис еще сварится. И мой рис с помидорками, кетчупом Хайнс и сосисками. Ты готовый ужинать? Помидоры вообще отличные. Помидоры, да. Коробка, которую принес Вова с тренировки. Что-то выдали. Носки. Вот сюда, наверное, на скелетах водить. Что за носки? Ну, Вов, раскрою, это нормально-то. Я такие не видел. Погоди, погоди. Давайте с носками закончим. Раскрой, что это за носки. Гольфы какие-то. Гольфы. ЦСКА? Да. ЦСКА. Гольфы ЦСКА. Вот так вот, да? Это интересно. Это что? Мы не видим. Вот тут щемель. И на них всякое стране. Еще гольфы, да? Это мы тоже постираем. Окей. Еще гольфы такие же. Еще гольфы. Не, не такие же. Вот такие. Амбра, умбра, как правильно называется. Окей. Футболка. Баскетбольная. Франция. Франция. Найк. Найк. Футболка. Без имени? Без имени. Кофта. Кофта. Размер не на меня. Ну, просто. Кофта. Может, она стрейч в Колумбе. Окей. Штаны. Какие-то штаны тебе, я думаю. Какие-то штаны. Нашу футболку. Секонд-хенда нам маленько выдали. Не секонд-хенда. А? Не секонд-хенда, а нормально. Секонд-хенд это... Старые руки. Да. Ну. Спасибо. Может быть, мастера спорта. Может быть, мастера спорта вспотели в этом. Может, даже чемпионы мира. А это рисок. Парится. Вот он уже почти готов. Вот такая небольшая прогулка. Так-то все нормально. Сынок учится. Занимается спортом. Я пытаюсь заниматься спортом. Пытаюсь учить французский. Снимаю блог здесь. Снимаю важные блоги на злом режиссере. Рекомендую вам. Все хорошо. Лишь бы война в Украине скорее закончилась. Снимаю. Продолжение следует. Продолжение следует...